я обязательно выживу привет мои адекватные и абсолютно это самое вообще мы с настей чутка катарионы приболели так что будьте снисходительны к странности в ролике коля не будут они будут вот сегодня на потеху вам снова продолжай изучать дивный вампирский мир и действительно хочу влиться в него почувствовать себя вампиром а зрителям показать сисян дрожанет и беготню по отелю да 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 насколько я заметил вам зашло мое альтернативно обосратое прохождение конечно были те кто немного недовольствовал говорили что за малка играть первое прохождение нельзя ты играешь неправильно скачай русскую озвучку начинай заново играть за гангрелла я не буду играть за гангрелла в пешо в сраку обращаясь к этим недовольным с официальным универсальным заявлением шлепнись мордой об кирпич лоу айси кьюшная обсосня я магистр компьютерных игр огромный игровой стаж имею за спиной я прошел вангеры азь е7 третье откровение и именно я в отличие от многих знаю что игра за малка единственный легитимный канон остальных же милости прошу к нашему райскому шалашу но перед этим вот что скажу иди сюда тогда иди ближе вот молодец рейд шадуу леджендс рейд это абсолютно шедевральное горе где таки мастер шахматист управляешь отрядом из их элитарнейших героев коих ты можешь насобирать вагон и целую тележку к всему этому они еще анонсировали несколько бандезных чемпионов классных и новую локацию роковая башня вау сама игра соблазняет своей доступностью буквально из кармана телефона зашел на пять минут пока есть время пороуфлил убрал обратно и довольно пошел дальше сделал дела домой пришел а рейд уже на компе тебя ждет именно так играть миллионы игроков по всему миру соревнуются выигрывают турниры живут полной жизнью рейд это будущее а будущее это фьючер я знаю я учил казахский все ничего как бы недавно в рейд была добавлена кузница с помощью нее наконец-то можно особо не париться и сразу же создавать наилютеющие артефакты способность сделать тебя сильнее а врагов отправить на помойку откисать следом разрабы буквально швырнули через экран игрокам потрясающую систему продвинутых заданий с потрясающими наградами ну и чё ждем прямо вот сейчас идешь походкой от бедра и переходишь по моей ссылке в описании под видео качаешь рейд и получаешь плюшки в виде 100 тысяч монет серебряных 50 рубинов 10 загадочных оскольков а также чики-пуки чиного чемпиона сикача в качестве бонуса и по терапись бонус будет доступен только следующие 30 дней все больше лицо анжелики напоминает не особо понимающий жизнь кирпич но на самом деле она то не то что понимает она поняла ей понятно понятненько прошлый раз я остановился на том что дал бандитам по роже и забрал бум-бум кстати как мне дали знать верные подписины с барыгой можно было оформить для соблазняшки момент но благо анжелика не тариадор перед каждым первым рогатку раздвигать пожалуйста не раздвигай или мне придется совсем награбленным бегу-бегу к меркурио буквально в стиле деджавю и джазбин и дисплей сбит а ты уже пересек темную реку меркурий мистер фарш похвалил меня всеми возможными способами исключая интим и рассказал мне удивительные по логике вещи я тут пока голос записываю на заднем плане за стеной кто-то у соседей шин дрыхнулся лицом в пол наша анжелика зеленая сопля и должна пойти и в соло раскукурузить некий шабашевский склад полный поехавших негодяев почему да потому что лакруа именно все так и задумал изначально задание суицидальное и отвертеться никак благо мистер пропущенный наш пацан и поэтому проводит ли профессиональный брифинг склад надо занести бомбу до склада просто так не добраться матерый проводник нам нужен на эту роль отлично подойдет картофель наголовый на сферату биртрамтунг который как назло сейчас недоступен ведь находится во враждебных отношениях с некой мадамой тут же появляется новый элемент задания клуб асайлом во главе которого выседают две дамы коих анжелика именует сестрами януса самих же дам зовут жанет и тереза воерман тереза зашигала мистера бульбу и тот сейчас где-то ныкается мне же надо во всем этом разобраться и добраться до склада шабашевского пока что игра очень даже в стиле типичных вампирских романов взорви склад мои разговорчики с меркурию затянулись и я для себя подчеркнул несколько интересных фэкс бердран белорусский челик нормальный и в негативных событиях не замечен тереза страшная характером бой баба такая не будет тебе писюн и кукай торчер устраивать нет она тебя просто застрелит вампиры не умеют или же не могут или же просто не хотят заниматься них и пихелем правда это не мешает жанет быть заядлой нимфоманкой меркурио гуль он пьет кровь своего хозяина князя лакруа и становится сильнее обычного человека но все еще слабее вампира ему сейчас лет где-то 60 от таких знаний голова инжелики становится все больше и больше меркурию я оставляю отдыхать и восстанавливаться более от него ничего не нужно и полагаться теперь я могу сугубо на себя именно сейчас я смело могу сказать что вся эта небольшая локация под моим контролем я могу делать все что моей душе угодно для начала предлагаю случайно натолкнуться на странного чела что торчит около входа в больницу так-то я столкнулся с ним еще во времена первого ролика но все это просто повествование в стиле тарантино глупость твоего серого вещества поражает самое сердце странный пацан ныне по жизни гуль на побегушках у неизвестного вампира но по натуре он чет слишком перевозбужденный особенно когда понимает что анжелика вампир и вампирчик поггерс его зовут нокс харрингтон и будущем мы с ним еще встретимся а пока что я вам тут еще покажу всяких приколов ведь надо подробнее про игру говорить например это локальный ломбард правда поначалу мальчик синячка и морозится говорит что ничего негодяйского не продаем брехло торчковая аж потом через меркурия добиваясь того чтобы он открыл мне сокровище из-под прилавка на ней имею доступ к лоу-левельным плюшкам в этих землях помимо вампирских муток происходит и нечто нехорошее на пирсе был найден очень сильно потрепанный от неестественных побоев трупак мир полон жестокости и кринжа от слова кринж хотите вы этого или нет но я буду оттягивать поход в клубешник всеми силами и пихать вам в рот сайт-квестики лухари доверяет наши анжелике очень ответственное задание видимо думая что кретинизма со взрывом склада мало на душу мог веонички само задание таково местной больнице находится под охраной кровь оборотням хрен знает каким способом попавшие в руки журналистов вот-вот будет проведен анализ данной субстанции а значит нужно как можно скорее сходить эту кровь украсть честно говоря задание было достаточно простым особенно учитывая что тамошним охранником и быстро задавили по сайкерскими методами на этом задании кстати словил забавный баг а именно очень долго не мог поместить кровь в наш почтовый ящик потому что как оказалось первые раза слоты инвентаря не переключались но я не ругаюсь ведь баги вампирах это если же вам охота еще чем-то заняться кроме основного квеста потому что вы душнило не дающий людям познать прелести сюжетки и молочные бидонящие жанет то можете помочь артуру килл патрику локальному охотнику за головами а точнее мелкими накосячившими работягами ты выстилен ключи веселый малый сейчас находится в трагической ситуации его работник по имени карсон пропал непонятно куда и непонятно почему сам он его найти на данный момент не может слэш не имеет времени и поэтому предлагает юродивой анжелике заняться поисками потому что наша деваха светится ауры доверия только так в первую очередь идем обыскивать хату карсона на наличие оного там дома никого но всякая полезная инфа идет из диктофона голос пропавшего изливается и передают информацию о том что он в поисках некого маги и что последнее местоположение этого челика местный тату салон в тату салоне никого единственная зацепка эта бумажка с номером телефона некого гимбла что занимается протезами звоним и подмечаю что анжелика забавно называть его человеком что режет людей он же протезами занимается дурочка нет только с его телефоном можете ли развеять брак тайны над исчезновением магии нет маленькая жирная жопа по голосу гимбл сладкий как белый шоколад и вызывает лично у меня омерзение мы с ним договариваемся о встрече у него в офисе и уже прямо тогда я морально был готов ломать рожи он просит бледнорожью подождать и честно я пытался ждать но он походу отошел срать и сдох на толчке а я же не вытерпел и вошел в его логово миленько видимо в икее затаривался а вот и книжки издательства бамбура похоже на коллекционную литературу по игре майнкрафт на таком матрасе озон спит шеф да вы дантист так а вот тут уже начинаются странности на Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поехавший маничелло успел ему палец оттяпать, а вот бегняге маги не повезло вообще Выживший благодарит Анжелочку, но заявляет, что работать на Килл Патрика более не желает и как можно скорее валят отсюда Докладываем обо всем нашему усатому заказчику и вводим его в депрессию Карсон был ценным работником и теперь у мужика будет застой в работе Благо у него есть Анжелочка, для нее есть еще одна работенка По удачному стечению обстоятельств наша цель буквально обитает в нашем доме Буквально напротив нашей хаты Дома же никого нет? А по сообщению из автоответчика понятно, что чел уже далеко не тут, а в даунтауне Мы же там окажемся еще не скоро, так что снова огорчаем Килл Патрика, забираем бабос и валим Какой из этого квеста мы можем сделать вывод? Никакой Если же вам все еще наплевать на главную сюжетную ветку эмоциональное ощущение зрителей То можете смотаться на ближайший пляж и повстречать банду вампиров из клана Ложков То бишь слабокровных Насколько я понял, слабокровные это то ли больные, то ли опущенные вампиры, я не понял В чатике люди если что напишут и дадут мне точно знать что да как Среди этих опущенных кстати числится та советчица из предыдущего ролика Она тип предсказывает нам всякие странные штуки Что-то про Китай, отца, склеп, непонятно, слэш, не ясно Этот серфингист кличется именем Он поначалу словил легкий испугич, опасаясь что Анжелика пришла им тут морды бить чистый юмор ради Но благо мы смогли быстро все утрясти И он поведал нам свою историю Слабокровных и так кошмарят А их банду тем более Но они терпят Даже похлеще озона У того же Было свое счастье У него была тяночка По имени Лили Ныне же бабенка хрен знает где, потому что серфингист колхозня тупая Он просит Анжелику отыскать его дамы и по возможности уговорить ее вернуться к нему И поиски начинаются с кафешки, где пара некогда познакомилась Ах, эта девочка Ах, найс Но не совсем Никакого намека на тяночку нет Хотя нет Есть киллпатриевская записка о выходе под залог некого Тотена Ага В офисе нашего старого знакомого, а точнее на его компе Нахожу инфу про некого Тотен Пузика За него внесли залог в виде Тачилы Конечно, до этого не то что сразу, а вообще не допрешь Не допрешь до того, что Тачилу надо найти на стоянке Отпереть и обнаружить внутри дневник, поясняющий абсолютно все Но я поясню вкратце Лиля в свое время познакомилась в клубе с немцем Которая сделала ее вампиром, а потом что-то нацыкичь смотался обратно в Дойчланд Оставив ее одну в ее вампирском состоянии Та долго грустила, но потом встретила Сделала ее вампиром, тот разозлился, послал ее А та потом от голода отправилась в поиск, как вечернего перекуса в локальной банкрове Ага, идем туда Кстати, да, время рассказать про местной банкрови Мы можем затариваться человеческим сачком у аморального Бетарда Который, кстати, как я понял, работает на Терезу В общем, в обход него прохожу в больницу и пью кровь одного из врачей Врача зовут Фил Это абсолютно не важно, но знайте Фил, он чел Ковыряясь пальцем в сраке, Анжелика обнаруживает вот это Очевидно, что это слабокровная Лили, чью кровь походу нам и продает Прекрасно Я освобождаю ее из рук этих мясников, а та берет и сжирает Фила Нет Злодейка Ну да ладно, истории слабокровных интересны прям очень Особенно учитывая, что в будущей части мы как раз и будем играть за такое же чмо Беги к своему серфингисту, он ждет тебя Но нам самим просто так не уйти Барыга нагоняет на нас Ахахахахаха Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахах Серфингист благодарен Анжелике Он говорит, что мы молодца И теперь все будет карачо Прям чики-брики Я, кстати, в свое время абсолютно все против Рассказывая Челику, что Лили убила человека Но в этот раз я буду благоразумен Все, как говорил один великий человек Твори добро другим во благо А потом я одного из слабокровных убедил, что если он убьет князя, то станет человеком Продал ему палку под видом осиного кола, жвачку, как насадку для зубов Кровь под видом, кроме единорога И отправил на верную смерть Ну что ж, а теперь то, что вы так долго ждали Сиськи Жанет и приключения в отеле Вы увидите в следующем ролике Не скучайте До скорых встреч Пока-шки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok